Я прилетел сюда в качестве делегата от Украины на заседание Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по проблемам миграции. Эта конференция состоится сегодня и завтра. В качестве депутата, как члена Украинской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы и как представитель президента Украины по проблемам крымско-тарского народа. Поскольку прямых рейсов нет и можно было только через Москву или через Стамбул, через Москву мне лететь нельзя, потому что мне запрет на въезд на территорию России, то мы решили через Дубай, потому что было меньше времени занимало, в Стамбуле надо было ждать 5-6 часов. Прилетели сюда мы часов 5 под утро, до конференции осталось еще 3,5 часа. И тут началось, мы сидим, забрали у нас паспорта, через несколько минут, буквально через 2-3 минуты вызвали моего помощника. Ростема Умерова. Нет, нет. Потом где-то через полчаса телефонный звонок от него, он говорит, что меня его арестовывают. Я говорю, в чем причина? Ну, не объясняет, сказали, что вот сейчас подойдет полиция и меня увезут. Я тогда начал звонить во все инстанции, сразу своему министру иностранных дел в Украину, СМС отправил в администрацию президента, посольство, посольство Турции тоже отправил, через своего помощника, также в Совете Европы, в чем дело, потому что ничего не объясняют. Ну, наверное, в общей службе где-то 2,5-3 часа продолжали. Потом пришел наш временно поверенных делах Украины, и, наконец, вышли и дали мой паспорт. Я говорю, в чем дело? Что произошло? Ну, вы знаете, вот там произошла якобы какая-то ошибка. Моего помощника, Рустема Умерова, перепутали с каким-то другим Рустемом Умеровым, который якобы является членом какой-то преступной группировки. То есть это выглядело так топорно. Я говорю, ну, а хорошо, а почему вы мне паспорт не отдавали мой? Мне говорят, видите ли же, паспорт, оба паспорта были у вашего помощника. Но, опять же, ложь, потому что ему тоже этот паспорт не давали. Только вот после прихода нашего посла он отдали этот паспорт. Такая вот неприятная история. Ну, потом мы выяснили, что никакого там недоразумения не было. Это мы по своим каналам выяснили, что это была указивка от старшего брата там, московского. С чего они этим добивались, я что-то не понял. То ли демонстрации того, что они тут хозяева, что это зона влияния Москвы. Так вот продемонстрируют свои отношения к украинским гражданам и представителям Украины. Будем пока еще выяснять. А вы как депутат парламента Украины, Великобритания Рады, будете делать какое-то официальное заявление по этому? Уже заявление в прессе, оно уже пошло, интернет заполнен этим инцидентом, я думаю, достаточно. Мне по большому счету, конечно, не хотелось бы каких-то неприятностей для Киргизии. Это родственная для нас страна, поэтому очень обидно, что такая вот зависимая от Москвы политика Киргизии. А вы по этому поводу разговаривали с каким-то представителями властей Киргизии, то есть, может быть, с депутатами или с членами правительства? Мы с вашим президентом, у нас заочное знакомство было. Вообще-то я рассчитывал, что, может быть, у нас увидится, но он, оказывается, уехал на пять дней в Турцию. Поэтому не получится. С Розой Тумбаевой у нас были теплые отношения, она проезжала неоднократно с высшим президентом. Сейчас, я думаю, с ней тоже связаться. А так больше у меня каких-либо тесных контактов не запланировали. Единственное, я допускал, что кроме участия на вот этой конференции, может быть, удастся встретиться с президентом. Потому что предварительные переговоры были с администрацией президента о том, что возможности этой встречи.